...опыт работы и, соответственно, я предлагаю, как непосредственно наш работник, наш секретарь, оформление протокола, документации и так далее. Есть еще какие-то предложения? Кто за данное предложение, прошу бы выставать. Значит, это решение. Против воздержавшейся единогласности. И вы знаете, что у нас после пяти состоявшихся заседаний Совета некоторые члены Совета, в связи с тем, что практически не являлись, я вообще прошелся по всему списочному составу и в прямом разговоре некоторые просто-напросто сказали, что не могут по тем или иным причинам, объективно, субъективно, кому-то после выборов стало неинтересно. Но, во всяком случае, у нас обновление. У нас обновление. Во всяком случае, какой принципиальный момент? Что те товарищи, которые заняли у нас шестые и седьмые места на выборах в городской совет, ведь тоже шли и, соответственно, набрали большое количество голосов, шли со своими предложениями, со своими мыслями, со своими идеями, и, соответственно, ввести в состав Совета, и чтобы эти мысли, идеи и предложения можно было реализовывать непосредственно через общественный Совет, через городской общественный Совет. Больше, вернее, не больше, а непосредственно всех этих товарищей я обзвонил, предложил, но, значит, некоторые отказались, но дали согласие. Сейчас некоторых нету, тоже по тем или иным причинам, я не знаю, потому что мне все подтверждали, что они будут. Это Шарап Александр Васильевич, который занял у нас как раз пустое место. Близнова Елена Анатольевна, разрешите представить нового члена городского общественного совета. Данилина Елена Анатольевна, это по второму округу уже пошли. Сергей Алексеевич, вы так сказали, что под знаком вопроса. Ну, вот, пришел, смотрите. То есть, согласны? Ну, в общем, да. Хорошо, значит, Сиднов Сергей Алексеевич, потому что у меня под знаком вопросов, договорились, что созвонимся, но... Иркая Людмила Александровна, наш работник уже, можно сказать, хотя не был членом городского общественного совета, но очень активно себя зарекомендовала по многим вопросам, часто связанных с экологическими проблемами нашего города и района. Калинин Николай Владимирович тоже сказал, что... Я не знаю, что... И Подушкин Виктор Сергеевич. Это, значит, те товарищи, которые, возможно, еще будут у нас, по тем или иным причинам выезжались, но, во всяком случае, обновление у нас такое серьезное существенное. То, что... Ну, проблема работы непосредственно связана с секретарями, как раз говорит о том, ну, вернее, не то, чтобы как бы подчеркнуть, что сейчас у вас пока нету даже повестки сегодняшнего заседания, но она была вывешена заранее на Ломограде, и, соответственно, я хочу озвучить, и, если будут какие-то предложения, внести коррективы. То есть первый вопрос. Это, значит, работа городской администрации непосредственно по совместным программам с Волоколамским районом. То есть вот рассказать, что в 2016 году планируется, какие корректировки, какие, значит, финансирования по этим программам, что планируется, потому что, насколько я понял, речь шла о трехлетней программе, трехлетней программе, именно связанной с развитием и физкультуры, и спорта, и безопасности. Совместная программа и города, и района. Второй вопрос у нас. Это полигон ТБО в деревне Ядрово. Современное состояние. У нас, значит, докладчик, Черкаев. Даже не докладчик, а просто, ну, даст информацию по современному состоянию. То есть современное состояние непосредственно. Да, Ядровский полигон. И третий вопрос. Мы рассмотрим просто итоги выборов и роль общественного совета в проведении, ну, и уже по результатам, собственно говоря, мы говорим, выборов в городской совет. Четвертый вопрос разный. Ну, там, значит, информация. Вот такая повестка основная. Пожалуйста, какие может быть добавления в эту повестку предложений? А вот по тем членам, которые у нас ни разу не явились? Они уже учатся. Все уже учатся? Да. Да-да-да. То есть будет напечатано. Обладательство. Хорошо. Ну, если людям неинтересно. Ну, конечно. Зачем население? В том-то и дело. И там проблемы начинают перечитать. Ну, проблемы начинают... Ну, кажется, сами не хотят себя. Да-да-да-да. В том-то и дело. Можно? Вот у меня тут конкретный вопрос, связанный с просьбами населения. Это в разном рассмотре или отдельным вопросом? Ну, да, будет в разном. Кто тогда за данную основную повестку прошел голосовать? Члены Совета. Кто против, воздержавши, единогласны? Ну, и, соответственно... А член Совета как? А, допустим, я кто? Значит... Я голосовать могу, нет? А, значит, все, он руку поднимает сейчас здесь. Нет-нет-нет-нет-нет. Мы пригласили вас по второму вопросу. Для того, чтобы дать информацию. Успокойте общественность. Может быть, вот... Или наоборот, да. Ну, я надеюсь, что успокоит, конечно. Ну, по первому вопросу... Нет, сейчас по-другому не будем. Пожалуйста. Татьяна Валентиновна. По совместному с вами программам мы сейчас говорим, да? Да. Значит, в повестке немножечко не совсем корректно написано. Совместных программ с вами как таковых на бумаге у нас нет. Пока есть. Пока нет. И будут ли они тоже еще пока под вопросом. Белось активное обсуждение вопросов, совместного взаимодействия в направлении развития физкультуры и спорта. Вот. И есть некоторые идеи совместные. Я извиняю. Здравствуйте. Идеи есть, совместные намерения есть, но пока никак они нам бывали не оформлены. Поэтому назвать это программой, наверное, будет не временно. А что касается намерения, намерения следующего порядка. Во-первых, это, конечно, организации пешеходной зоны вокруг Венова, по-моему, Сердачева и в основном вокруг СТЭЛ, конечно. И в дальнейшем управлении это сверху около спорткомплекса ЛАП. Вот это наши совместные намерения такие. Что касается, это организация спортивных площадок, таких, как сказать, и современных, и современных, и современных, и современных, и сейчас существует сейчас в городе. Это на территории парка одна планируется, многофункциональная спортивная площадка, которая везена в 20-20 в каток, и на территории первой школы. Там, где сейчас находится стадион, часть земельного участка планируется к нам к передаче. Евгений Васильевич обещал нам в течение этого года передать земельный участок, а мы на этом месте спроектируем современный каток, который будет и летом функционировать, как стимбольная, волейбольная площадка. Планируется, что он будет крытый. Серьезно, серьезно. Это первая школа. Первая школа, не наша школа. Затем. Вот такая идея сейчас вынашивается, активно занимается и один из замов. Район и администрация. И, в общем-то, если земельный участок нам будет передан, то мы спроектируем. Уже есть пакет этого комплекса, очень красивый. Мы пока преждевременно обсуждаем, поскольку у нас еще нет земельного участка. Как только он будет, тогда уже мы можем разговаривать о том, что там будет функционировать. Планируется, конечно, что это будет очень серьезно. Очень современно. Наверняка посещаемо. Потому что тамое место, конечно, выбрано посреди микрорайона большого. Конечно, она будет востребована, эта площадка. Ну, а там дальше, пока трудно загадывать, с бюджетом у нас пока сами. Знаете, бюджет не принят, еще не утвержденный, поэтому какие-то корректировки сейчас носить, наверное, было бы рановато. Вот что касается направлений культуры спорта. Все остальное, ну, есть такие намерения отремонтировать, заводить кленов конструкции спортзал. Но пока тоже непонятно, из каких случаях. То есть это на станции, которые... Да, мысли есть, но, к сожалению, на все не хватает, конечно, денег. Ну, если будет формироваться эта программа, она будет долгосрочной, все-таки три года большой стоимость. Какие-то средства можно на лекаре засунуть. Мы про нее и забудем. А как? Позревод. Ну, и так, у них нет. А что? Нет, давай, 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 давай. Ну, сейчас ты правильно говоришь. Денег нет. А что можно сделать вообще без денег? Вот город, чтобы он красиво выглядел. Вот Советник сейчас сделает, сносит то, что там понастроили, черт-чего. Он сносит без денег за счет того, кто там понастроен. У нас такой вопрос не рассматривается? В городе тоже кое-что снести? Не рассматривается. Что, а здесь бажанцы понастроили, палатские поставили? Не рассматривается, потому что все, что делается, будет делаться цивилизованное решение суда. А, а администрация должна выходить на срок. К сожалению, здесь уже не наша полномочия. Это полномочия района, поэтому не... Выходить на район? Ну, район, он выходный, конечно. Уважаемые коллеги, для того, чтобы было понятно, что есть разделение полномочия и, в частности, выделение земельных участков, это все районные полномочия. Мы только можем рекомендовать. По полномочиям района, в них тоже можно входить с предложением, чтобы район это сделал, это город, предлежит городу, район большой, они тоже скажут, да у нас в район пойдем с каждым, а пусть город делает. А город не выходит с этим вопросом сначала, а то мы спустим, где-то все, на 3 года, может, что-то там заплатили. Это не так немножко делается, не так говорили. Делается это так, собираются Советы Депутатов и решают, и район никуда не влезет без решения Совета Депутатов. Пусть судятся, как хотят. А что, в частности, в благоустройстве делаются некоторые вещи и без денег. На Садовой, вы знаете, снесен комплекс сарай в Самовольных, погорелый сарай, который... Да, да, 10 лет его сносят, вот, наконец, 10 лет, я уже снова помню, когда его сносили. Без денег, да. Я почему говорю? Вот у нас центр войны, рядом памятник Славы там поставят, азербайджан, где таксисты стоят у нас, мясо продают, вагончик там, так пойдешь, дышать нечего, там мясо продают. Здесь азербайджанцы сюда вынесли, еще пристроили себе крылечко, значит, самостоятельно строят. Чего смотрят это все? Вы чего боитесь-то? Ну, как раз вот из разделения... Вот деньги дайте, вот мы тогда что-то сделаем. Непонятно, чьи полномороны. Здесь вопрос есть, который можно решать, но пока что без денег, что можно? Ну, вот один вопрос решите. Пользуются лазейками. Решите те вопросы, что в прошлом году делали, почему дороги ремонтировали, был ремонт ямочный, все вылетело, но все, ничего нет уже. Кто делал? Давайте их не допускать, чтобы они не ремонтировали были. Других, там большие деньги ушли, а этих через суд в защиту пусть бесплатно делают. Или допускать. Поэтому дело сейчас не вне денег. Разумно, рационально, расходно, расходно, если допускаемо, то должны быть гарантии. Гарантии, значит, там три года, предположим, что... Контроль должен быть. Сделали. Кто делал? Иванов делал. Порошла весна, зима наступила, вылетели. Ребята, давайте их прижмем. А мы сейчас будем снова торги, снова деньги свои, то вбухаем, они их сделают. Это и есть. И мы потом отчитались. Да, мы, ребята, делали. Вот деньги там затратили, снова сделали дороги вам. Да не надо идти дороги. Я знаю, я там ездил, где автобус, кстати, ходит, где больница, там все вылетело. Ну, что делали там эти-то у вас армяне? Там армяне, где-то армяне, кто-то делали. Ну, что не делали-то? Это же никто не видит. Так, все, давайте... Кто-то не может делать ямочный ремонт? Может, понимаете, все. Уважаемые коллеги, здесь вот конкретно есть момент. Тут тоже мы должны представлять, что улица Сергачева планируется под пешеходную зону. Часть улицы, не вся часть улицы. До колхозной, до перекрестков с колхозной. А, до широкой части, да? Включая, да, включая вот эту как раз стоянку, где автомобили, сейчас паркуются, таксисты, вот эта часть тоже будет задействована. Как пешеходная зона тоже? То есть эти улицы будут перекрыты? Нет, частичные перекрытия только планируются. От памятника, где у нас стоял памятник повешенному, сейчас там столбатство. Васильков сам улица не встречал. Да. И вот от этого памятника до перекрестка с улицы Колхозной и Сергачева налево, в сторону с Делы. Это будет пешеходная? Пешеходная, но она будет с частичным перекрытием, она не будет перекрываться совсем, поскольку там и жилые дома, и гаражи, и торговые заведения, и шейды, фабрику. Здесь вот эта стоянка стоит, такси. Где такси паркуются, вот эта будет задействована. И такси уже не будет? Нет, там будет чистенько все, да? Потому что такое помойное место? Там будет брусчатка, и вот надо как-то нам будет бороться, начинать снять как раз этими лариками, приставки мяса. Ну, конечно, там вся родня Карабанова поставила себе. Вот это там ее ларьки. Да, это не важно, что поставили. Да, да, да. У нас не только это, это ДПМК наше не работает в нашем городе и в районе. Не работает. Почему? Потому что все сидели такие зубастые, а где-то сказать правильно. А то ДПМК где-то ищет работу и не даем работу. Она работала, при меня она работала четко, и держались с дороги по 3-4 года. А сегодня что хотите вам сказать? ДПМК не дает работу. Гаврилов пришел один умный здесь и решает все вопросы. Уважаемые коллеги, а уже в проект на какая-то документация? На пешеходку? Да. И с ней можно ознакомиться. Да. То есть есть у нас, да? Победите, придете, посмотрите. На сайте мы ее не публиковали, потому что в большой объеме. Здесь вот момент, да, что касается благоустройства, да, это, ну, мне кажется, жители тоже должны в этом как-то участвовать, потому что они потом прямые пользователи всего, что происходит. Конечно, конечно. А у нас, как правило, все происходит... Клоу. Да, по факту. Да, по факту. У нас здесь будет это и будет вот такое. А мы бы тоже хотели сказать свое мнение, да? Наверное, может быть, оно было бы интересное и полезнее, да? Мне не будет, и наверняка мне не будут разные. Поэтому пока это тем же... Да, сложно. Я знаю, что уже сейчас есть жалобы предпринимателю Плетневу, который имеет магазин на улице Сергачеву. Он посчитает, что это нарушает его права. У него, конечно, коллектура не будет иметь возможности подъезжать к магазину. Поэтому мы говорим о частичном перекрытии. Конечно, это будет обсуждаться, естественно. Но проект есть, поручение губернатора в этом плане выполнено. А как дальше мы будем его реализовывать? Это тоже будем. Там центр занятости. И пенсионный центр занятости. Швейная фабрика, которая имеет единственный выход. На эту сторону улицы большую. У него нет подъезда к зданию. Но ее нельзя закрывать. Конечно. Мы не говорим о закрытии. Мы не говорим о частичном. Правой стороны. Односторонное движение. А вот было предложение, значит, я помню, что в микрорайоне, значит, вдоль вот домов, там, где пешеходная зона, не там, где дорога, а именно для пешеходов сделана на дорожку. Вот ее расширить, скамеечки, там. Это где-то, где-то, где-то. А это, значит, можно, как лучше сказать, Ну, вот ряд домов, да, Реческое шоссе, ряд домов, вот так стоит. И вот здесь торцевая часть, и там пешеходная зона. Там жители просто сами ходят. И, ну, в принципе, площадка там, вот, именно для того, чтобы оборудить. Внутри домов. Внутри домов, да. То есть там большое, нет, там по всему микрорайону можно сделать пешеходную зону. Она и так, там, школьные. Только внутри дорог. Именно оборудование. Она и как он сделать, не способен. Да, то есть, скамеечки, фонари. Ну, это, значит, тогда будет, да, будет, то есть, два, а, внутреннего. Ну, были предложения, пешеходная зона сделать вот кольцо, которое замыкает, если говорить, школы-интернат. И, значит, вторая школа идут вот сверху, ну, вернее, уже снизу вверх. И вдоль непосредственно Панфиловской дороги, магазины. Вот здесь вот большой круг, да, чтобы прошли здесь. Сделать большую, хорошую пешеходную зону, где можно было прогуливаться. И, и, вот, выход на магазины, где центр города, там, чтобы это за счет магазинов как раз оборудовать. Ну, сейчас, как я понимаю, что эти вопросы уже... Это поручение губернатора, организации этой пешеходной зоны. И она, губернаторская программа предусматривает, что это, чтобы это были, в первую очередь, памятные места, места маслоскоплений. Да, это одного к другому пройти, можно было самым... Просто, чтобы пешеходки, ради пешеходки, пока не рассматривается. Это просто в рамках благоустройства можно сделать как предложение, когда... Когда насчет работы на сайте Кутата, почему не обратить? Может, на ближайшие годы можно будет что-то запланировать, спроектировать. Ну, зашу собственных средств уже не в рамках поручения, а уже просто как в рамках пополнить программу благоустройства. А пешеходная зона, которая в рамках поручения губернатора, это, конечно, предусматривает, в первую очередь, памятные места и места маслоскоплений. Это кафе, магазины, кинотеатры, ну, все-все, что там для отдыха, развлечений и так далее. И еще вот вопрос, ну, просто задаюсь по поводу плотины. По поводу городской плотины, места для купания, для отдыха, сейчас вот что там, как планируется, какой-то этап, как это видится? Планируется, но за счет собственности мы осилим только, единственное, что почистим дно на самом пляже, можно сказать, и запесочим его. Все остальное, что планируется, за счет зоны купания, да. Все остальное, что планируется, такие вещи, как скамейки, кафешки и так далее, вот какие-то там, может быть, другие удобства, это за счет средств инвесторов, которые будут принимать участие, вообще, на бодрятах, а вот детьми, скажем, что говорят. Лодочные станции. Лодочные станции. И у нас был хороший инвестор, который, к сожалению, когда кризисные явления начались, инвестор у нас сдулся. А проект, который они приносили нам, просто пока посмотрите, они даже нам его не вручили, просто посмотрите. Это очень интересно. Там замощение, чем хорошее, планируется на самом берегу и добычной станции, в том числе. Ну и все очень красиво. Но требующие, конечно, уважений. Ну, там, главный вопрос, что это загрязнение воды. Вот все. Это первое, да. Потом уже кляшки. Там второе дело, получается, что жилой поселок, который там и холмогорские вот эти дома, и потом уже коттедж-поселок, они целиком сливают. Там местная канализация сделана, и аратынки небольшие там сделаны. Но они сейчас не работают, они у нее входят, потом снова выливаются, и все. И еще идет. Потом, ну, надо ставить по-другому. Потом, нет, минуточку. Потом церковь стоит, где церковь, есть улица. Все свои частные дома, все туда. Там склон большой, тихонечку трубу вывели. Вот частник, он когда сливает, и она рекой там не течет, она впитывается, и все, уходит в круг. Вот где вопрос надо решать. А полустроить потом, ну, у меня рука не поднимется, чтобы было бы устраивать, если дерьмо туда сейчас стекать. Чего их полустроить-то? Дерьмо извините, течет. Все правильно, если будет хранить. Как делать, вопрос один, тот поселок надо делать хорошее, не сказать, что очень хорошее, не такие недорогие будут. Нормально очистные там взял, чтобы никуда не денешь, поселок уже построили. Очистные надо выводить в этих сих. Или жестоко поставить, чтобы они сделали свои только выгодные ямы, и каждый из них вывозил. Но они это уже не сделают. Уже все прервались, все стекает туда. Вот в чем вопрос здесь стоит. Как это решаться? Насколько я знаю, я уже встречался с некоторыми жителями, которые на этой улице. У нас местные очистные сооружения, какие-то там танки, я не знаю, там что-то, что можно чуть ли не пить воду непосредственно после вот этой очистки. Конечно, это нужно проверять. Виктор Викторович, вот эта река Граденка, она как раз течет со стороны Анина, она около полигона протекает. Где полигон? Мы берем каждый квартал по несколько проб. У нас тысячи проб. То есть у нас договор, мы миллион рублей плывали, мы только на пробу, на воду, на эту. Мы берем вверху и внизу. Когда вода выходит, мы смотрим, одинаково получается. То есть полигон сам по себе. А вот как только он уже уходит в город, все. Вот здесь вот начинается. Понятно. То есть основной, получается, загрязнитель нашей городской плотины, это те улицы, которые непосредственно... А там их много стало. И сейчас... Там еще как разговаривать было, я их раньше сейчас не делал. Там активно дострадиваются. Но в прошлом году, вот опять же, была информация о том, что брали, брали пробу воды в нашей плотине и, значит, были нормальные. Не может быть. Вот сто процентов, я вам рассказываю. Такого просто не может быть. Такого не может быть. Кто брал пробы? Виктор 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 Викторе, это была такая информация? Да, ну нет. Кто заплатил за это пробу? Кто заплатил за это пробу? Кто заплатил за это пробу? Кто делал это? Ну подождите. Делал лично Вер Николаев. Ну понятно. От Яны Игоревич. Ну зачем? Не надо здесь рассказывать сказки нам в Пушкин. Мы уже ускорили за много. В районной лаборатории. Нельзя. Уважаемый коллег. Там ничего вы не сделаете, пока не уберете вот те дома и все остальное. Или не сделаете центральную канализацию, чем это будет? Как мы их уберем? А тогда центральную канализацию сделаем и отводить ее в сторону. И так, уважаемые коллеги, понятно, что этот вопрос требует серьезного обсуждения и решения, но это нужно проверять, это нужно смотреть, потому что, опять же, говорят, что были взяты пробы, но не верят этим. Я ничего не хочу сказать, но есть факты, конкретные факты. Итак, пожалуйста, какие вопросы с Катяной Валентиной? С учетом именно своего слова. Там буквально такой же ручей полметра течет, да? Может быть, как музыка взяла? То ли под ногу и упустить? Ну, у меня вот такие фантазии, самые простые, чтобы не впадал он хотя бы в нашу плотину, а хотя бы за водопадом. Сделать колодец хорошее, хотеть воду. Ну, это у меня. Ну, как у меня, то в чем нет? Я хочу вопрос задать. Вот этот вопрос вы подняли. Что-то на это есть, предвидение есть на что-то, финансы есть. На что, на что, Николай? Ну, вот, на чистку. На чистку? Все там сделка. Кажется, ничего нет? Нет, конечно. На чем мы так разговоры ведем? Я говорю, что мы за свой счет сделаем только минимум работы. Да вы никакой за счет не делаете, не за свой не за чей. У вас денег по первому. Нет, Николай Николаевич, что это? Речь идет о летнем отдыхе. То есть то, что мы делаем. На воде ходите, на воде ходите, на воде ходите, на воде ходите. Будем отдыхать. Ну, вот, на чем разговоры ведем? Пустой разговор. Пустой разговор. Я раз в год тоже захожу купаюсь, когда вот на 33. Когда... Градусов 50-60, да? И так, и так. Проблема, проблема, выяснено. Это просто голос. Основная причем проблема. Но, пожалуйста, еще какие вопросы? Как-то вот здесь мы на заседании, когда у нас был здесь Василий Николаевич, я задавал вопрос по стадиону. Сейчас мы говорим, и по спортивным сооружениям, да? Это как стадион на станции, да? И он дал, как бы, здесь задание, предназначение земель этих, кому это вот. И судьба, собственно, вот этого нашего стадиона. Ничего там не прояснилось. Мы говорили еще к юбилею станции. Соответственно, там... Ну, хотя бы... Мы не знали тогда, я тогда рассказала, что... Спасибо, Николай, что тогда не попросила так. И тогда не поподдержала. Тем хорошим, конечно, я говорю, что эта земля не является собственностью города. Ну, ни на каком праве город и не владеет. Поэтому эти земли государственные не разграничены. То есть это опять совместно с районом? Только с районом можно оплатить. Опять путем предоставления земельного участка на каком-либо виде права. Ну, нужно напомнить Василию Николаевичу про обещание. Это нам деньги, опять? Нет, конечно. Деньги, надо. Значит, поле футбольное, я не думаю, что... Вить, ты говоришь, у нас еще нет разрушений, границ не в районе. В районе, где границ. А вы хотите что-то в городе сделать? Нет, а сейчас что надо сделать? Что сделать на этом садеоне надо? Сколько денег-то надо? И вообще... Все равно... И никто не знает, что... Все равно ты мне дашь денег из кармана стоит. Сколько не надо, а деньги надо. Это как ее определить, да, как доформить. Тогда уже можно будет говорить, сколько денег и на что. То есть... Надо дать хозяина, соцсоциальные дать, соответственно. Да, напомните, Василий Николаевич, для того, чтобы мы с Евгением Васильевичем переговорили и решили этот вопрос. Еще, пожалуйста, вопросы какие-то. Спасибо. А в любом спросе мы сейчас не рассказывали? Ну, как поведения не было. Что касается обустройства, я уже не готова обсуждать. Потому что, да, вопрос очень большой, емкий. Давайте на следующий раз мы будем. Как раз у нас уже будет, наверное, бюджет к этому времени. Да, и по поводу бюджета, значит, если будет принят, то, соответственно, члены Совета... Да, можно начинать делать так, как бы стоит. Да, и можно обсуждать. Какие территории, что обсуждать. Потому что там еще общественное обсуждение должно быть, да, у нас просто принято. Что у нас? Публичное слушание. Публичное слушание, да. Ну, как раз все вопросы можно задать. Да, можно тоже на нашем Совете обсудить, потому что бюджет это, ну, один из основных документов, определяющих будущее. Все, спасибо. Спасибо, Татьяна. Ну, и наш полигон, значит, современное состояние, что там, какая ситуация. Я в плане, вот, Вадим Алексеевич, насколько я знаю, просматривали и была информация о том, что этот полигон в 2014 году должен был закрыть. И было, значит, опубликовано перечень полигонов, которые подлежат закрытию. Там разные были сроки, по-моему, до 32-го даже года, где какие. Но в том числе, значит, четко ясно, это было на правительственном сайте, вывешено о том, что, значит, полигон Ядрова должен был прекратить свое существование. Спасибо. Спасибо.